ПЛАТИНОВЫЕ БРЫЗГИ Но героическая попытка не увенчалась успехом. Отчего так? А от того, что мы еще не устранили заводские недоработки и не провели апгрейд и модернизацию квадроцикла, о чем расскажет главный механик Уральских гор Павел, который умеет все. Вот у нас стоят две модели Полярица, идентичные. Одна 14-й модельный год, другая 17-й модельный год. Этот уже побывал в «Баяк» да видел, этот еще ни разу не выезжал. Его вот сейчас только подготовили к эксплуатации в этом году. Вот смотри, вот эта машина подготовлена с завода. Силовой бампер установлен с завода. Лебедка тоже заводская. Мы на него установили только люстру. И установили в штатные фары «Оксенок». Потому что лампочки, которые стоят на этой модели, здесь ни ближнего, ни дальнего, просто свет. Реально это свечка. Здесь у нас радиатор. Вот он вынесен. И вот сразу же у нас выведен шнуркель. То есть заборник воздуха двигателя, вариатор. И выход воздуха с вариатором. Мы здесь установили сами защиту рук. Потому что ее не было с завода. Поставили от «Ямахи» бардачок. Потому что мелкие вещи было складывать вообще реально некуда. Поэтому вот сюда вот его врезали в «Ямаховский» бардачочек. Установили подогрев сиденья, потому что ездим, когда холодно. Подогрев ручек, подогрев как газа. Ну и на всякий случай вот здесь выведен еще разъем. Вот подогрев шлема. Но там на шлеме, там визоры с подогревом. Смотрим здесь. То есть здесь установлены тоже амортизаторы елка канадские. Но для того, чтобы их установить, то есть перенесли здесь на рычаге точку крепления. Чтобы они более адекватно работали. Ну и установили, естественно, здесь защиту всю. Спереди рычаги и днищ. То есть защита сделана под данную конкретную модель фирмы «Реваль». Но «Реваль» здесь немножечко изумечил. То есть здесь у них получилось почему-то вот это место некрасиво. Диски взяты с более минусовым вылетом, чем штатный. Ну, попытались именно сделать его более устойчивым на склонах. Резина вместо штатных стоит 28 мая. Наш любимый удалок, который себя показал очень хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь вот сзади поставили обычную канистру нашу саммаску. Вот так вот сделано с огневкой. Здесь вот. Был бардачок непонятно для чего. Вот. У нас здесь выведены разъемы под второй аккумулятор. То есть второй аккумулятор подсоединяется вот с двумя силовыми разъемами. Шабу можно было отключать, когда он не нужен. Чтобы вот как-то использовать это место. Когда его купили и взяли с завода, был очень большой расход топлива. И он не развивал полную мощность. То есть снимали, увозили на Луганскую в контору, которая занимается глушителями. Они громко смеялись, что-то там внутри переделывали. Сказали, что заводская ошибка. В первой поездке бак бензина был съеден за 80 километров. То есть абсолютно нереальный расход бензина. То есть после ремонта выхлопной системы расход стал, грубо говоря, в районе 15 литров на 100, что для литрового двигателя вполне приятно. Ну и плюс, из-за чего, собственно, были установлены везде вот эти стойки с елками. Потому что родные пружины, они после двух сезонов эксплуатации, они просто упали. И, то есть вот эта вот часть подвески буквально вот так вот волочилась по земле. И цепляла все колеи. То есть поэтому стали искать варианты. Ну, решили остановиться все-таки на елках, чем ставить опять штатную подвеску. Защита, которая вот стоит, она покупалась отдельно, но она штатная именно для поляриса. Я не знаю почему, то есть вот здесь вот в этом месте она постоянно цеплялась за колеса. То есть вот здесь вот видно, что здесь пришлось все вытачивать, все это перегибать, все это двигать и по новой красить. Для того, чтобы это стало функционально. Мы исследуем феномены и тайны Пермской аномальной зоны и Северного Урала. Смотрите наши фильмы и читайте статьи на сайте mainuniverse.ru Подписывайтесь на наш канал. Нет границ, есть движение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова